Главный тренер Красной Армии, Олимпийский чемпион и чемпион мира Михаил Васильев, успевший поиграть в свое время и за Ярославская торпеда. В воротах молодых армейцев Максим Третьяк, тот самый внук прославленного галкипера и президента Федерации Хоккея России. По другую сторону баррикад на хозяйском бастионе, команда, которая так и не желает проигрывать в сезоне в основное время, несмотря на смену тренера и отъезд некоторых лидеров в стан главного локомотива. Разве это не интрига? Да на такой матч бегом бежать нужно, что и сделали в понедельник вечером человек 500 счастливчиков. И лишь расселись, тут же огорчились. Армия взяла ворота Павла Хомченко уже на 18 секунде. А стоило Кириллу Воронину задержать одного из соперников руками, как и вторая шайба, затрепыхалась в сетке ворот справа. Такое начало говорило о том, что Лока неделю находился без игры и потерял тонус, а Красная Армия не зря в числе топовых коллективов всей МХЛ. Ощущалось по сегодняшнему матчу, что встречаются лидеры между собой? Ну да, конечно, я считаю, что это одна из... сегодня была самая быстрая игра в сравнении с остальными. Было тяжело, думать надо было быстрее, играть агрессивнее. Чуть-чуть не хватило. Смена вратаря, а в воротах тут же появился Максим Сидоров. Парней встряхнуло как надо. Железнодорожники прибавили и в действиях уже больше запоминался Максим Третьяк. Ему удавалось оставаться сухим чуть меньше 18 минут. Лока здорово разыграл большинство, а за несколько секунд до сирены чудесный гол сам заработал и сам оформил Александр Кулагин. Сделав в раздевалке нужные выводы, хозяева начали вторую 20-минутку точно так же, как гости первую. В середине матча на табло уже было приятно смотреть. И немного жаль, что там не пишут фамилии авторов точных бросков. На сей раз бремя лидерства на себя взвалили защитники. Кирилл Маслов пальнул от синий Илья Любушкин с небольшим смещением. Тут же Лока в лучших традициях главного локомотива провалился, но третий гол армии забивался с нарушением правил, которого не заметил главный судья матча Максим Сидоренко. В третьем картину опять рисовали ярославцы. Третьяк трудился, а Шамин угодил в перекладину. И вот тут-то случился занавес. Законы спорта вещь неумолимая, красная армия в моменте неуловимая. Прекрасное подключение на прострел и на табло вновь равенство. 4-4, а игра 5 на 3. Почти на минуту ярославцы получили двойной гандикап. Но Анатолий Хоменко не стал брать тайм-аут и вдохновение в атаке в этой ситуации не прочувствовалось. Всегда, да. Надо быть строже, быть в обороне. Надо было забивать свои моменты. Было очень много моментов. Я не забил там пустые ворота. Еще там были моменты. Будем работать над своими ошибками. Определяющий стал ли момент, когда 5-3 почти больше минут даже, по-моему, разыгрывал? Да, все думали будет гол. Я считаю, что надо будет поработать над этим на тренировках. Интересно, что по броскам 60 минут игры завершились в ничью 17-17. В овертайме Лока был на выстрел впереди, а на булитах уже позади. После матчевой штрафные броски не получились ни у Максима Макарова, ни у Ивана Петракова. В то время как армия была дважды точна. 5-4 в пользу гостей и теперь в турнирной таблице Запада два лидера. Их показатели абсолютно одинаковы во всем, кроме количества матчей и пропущенных шайб, которых у Красной Армии на 9 больше, чем у Лока. Сергей Курицын, Денис Ромашов. День в событиях.